МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Хотели говорить сегодня с вами о том, как поступать в первый класс и какой алгоритм подачи заявления. Здесь вот так начался понедельник. Скажите, пожалуйста, сколько школ и какая сейчас ситуация? В городе Барнауле сообщение пришло именно в 26 школ. Ситуация была действительно очень сложная, потому что это было, по сути дела, вот такие сообщения пришли в школу впервые. Да, у нас бывают звонки, да, у нас бывают некие тренировочные моменты, где мы отрабатываем чрезвычайные ситуации и все остальное. Но вот таким вот образом, когда приходит сообщение о том, что по вашей вине могут погибнуть дети, необходимо принять все необходимые меры и так далее, приходит, по сути дела, впервые. Но алгоритм отработан, поэтому, когда получаешь то или иное сообщение в данной ситуации по электронной почте, но иногда бывают и телефонные звонки, первый наш звонок, это, конечно же, в правоохранительные органы. Мы сразу звоним в полицию и совместно принимаем решение. Как правило, такое решение принимается в плане эвакуации учащихся. Впоследствии уже идет обследование территории школ. Но понятно, что собаки одномоментно не могут выехать в такое количество учреждений, поэтому было принято решение о том, что первое, что делают правоохранительные органы, направляют своего сотрудника, сотрудник совместно с администрацией образовательной организации, проходит школу и проверяет на предмет присутствия в ней вещей, которые могли бы создать опасность для учащихся и для сотрудников образовательных организаций. Что касается безопасности детей, их эвакуируют, где они находятся в это время? Да, сначала мы попытались эвакуировать детей, то есть младшие классы мы выводили в близлежащие детские сады, среднее звено попытались и старшие вывести в подъезды жилых домов, которые находятся поблизости, но поскольку затягивался период обследования, то было принято решение на сегодняшний день занятия в первой смене отменить. Как дальше? Стоит ли родителям поддаваться панике, потому как многие родительские чаты сейчас, извините за слово, кишат сообщениями о том, что все пропало, пожар, взрыв и так далее. Что происходит? Нужно ли ввести детей в школу? Решение должен принять для себя каждый родитель. Единственное, что хочу сказать, все школы, которые на сегодняшний день в момент обследованы, ни в одной из этих школ не найдено взрывного устройства. В течение последующих дней будут обследовать и другие школы? Я думаю, что этот процесс завершится сегодня. Наталья Владиславовна, все-таки давайте коснемся момента поступления в первый класс, собственно, о чем мы и хотели с вами поговорить. С удовольствием. 1 февраля должны родители подать заявление. Каков процесс, каков алгоритм? Бежать срочно подавать первого или все-таки есть какая-то временная вилка? Вот очень хорошее было продолжение данного вопроса. Не обязательно 1 февраля, а с 1 февраля начинается прием документов образовательной организации для поступления в первый класс. Можно прийти 2 февраля, можно прийти 1 мая, можно прийти и 30 июня. Именно тогда мы завершаем прием документов, не то чтобы завершаем прием документов, а уже с 1 июля будут подавать документы не только те, кто проживает на территории образовательных организаций, на закрепленной территории, но и те, кто проживает не по закрепленной территории в данном образовательном учреждении. А каким образом решение принимается? Кто первый пришел, тот первый успел или как-то по-другому? Вот злой язык цифр, скажем так. На сегодняшний день наши аналитические службы дали информацию о том, что на территории города Барнаула проживает 8149 детей, которые должны пойти в этом году в первые классы. Сразу хочу сказать, а в образовательных организациях у нас для малышей 8455 учебных мест. Поэтому мест хватит всем. Не исключаю того, что у нас, конечно же, будет приток миграционный. Это порядка, наверное, 400 человек, как правило, в первые классы к нам прибывает. Но, тем не менее, все равно ситуация остается таковой, что мест хватит всем. Единственный момент. Есть немножечко жесткие места, на которые сегодня мы обращаем очень большое внимание. Но вместе с тем у нас сегодня в новостройках сдана одна школа. Строится еще одна школа, и мы в этом году ее получим. Уже будет полегче нам немножко. Третья школа строится. Это за улицей Попова. Поэтому начинаем строительство школы в Спутнике. Это для нас тоже очень сложный микрорайон. Мы там обучаем в основном подвозам детей в учреждения, которые расположены в индустриальном районе. Поэтому с создачи в эксплуатацию школ здесь мы остроту, конечно же, снимем. Сложная ситуация по власти хихотят тоже. И мы там решаем эту ситуацию, и будем ее решать. То есть на сегодняшний день ситуация находится под контролем. Стоит ли бежать сразу в школу родителям? Вы знаете, можно бежать, а можно просто зарегистрироваться на госуслугах, набрать в компьютеры в школу.дети без пробелов в школу.дети и зарегистрироваться на сайте. Ваше заявление в течение трех дней поступит в образовательную организацию, где оно будет зарегистрировано той датой, которой вы ее направили из собственного дома. А узнает как человек о том, что оно зарегистрировано? Ему придет сообщение. Придет сообщение о том, что он... Да, но в таком случае, как только приходит сообщение, нужно будет взять документы подлинники. Потому что в компьютере закладывается анкета, да, вы заполняете анкетные данные. Сразу хочу обратить внимание, что с 1 февраля только заполняем те, кто находится по месту регистрации на закрепленной за образовательным организацией территории. Почему? Потому что иначе система просто не примет ваше заявление. А не по месту жительства система примет у вас заявление только после 1 июля. На каких основаниях еще могут отказать родители в поступлении ребенка в ту или иную школу? Только место регистрации или есть еще какие-то причины? Первый момент – это место регистрации. И второй момент – это если в школе нет уже свободных мест. Ну, как правило, вот на первом этапе такового не случается. Для этого необходимо сразу же обратиться в комитет по образованию. И по желанию родителей мы подберем для вас место обучения. Это будет далеко от дома? Или как-то вы все-таки смотрите, чтобы это было территориально? Первое – мы, конечно же, смотрим, чтобы это было близко территориально. Второе – тут уже желание родителей. И тут уже мы смотрим, какая школа. Он может выбрать для себя какую-то школу. Но прежде всего, конечно же, мы смотрим, чтобы ребенку было поближе к школе территориально. Я правильно услышала, Наталья Владиславовна, все те школы, которые вы обозначили чуть ранее, они будут сданы к первому сентября? Не сказала бы, что к первому сентября. Это, конечно, нам очень хочется. Но в этом году мы ждем школу в квартале 2006А. И, скорее всего, это будет чуть попозже. Потому что сегодня там возведены стены. Необходимо, чтобы пришли отделочные работы. Качественно пришли отделочные работы. Строители говорят, для того, чтобы качественно произвести отделку, нужно, чтобы здание немножечко постояло. Но, тем не менее, в этом году мы запустили школу с нового года, неучебного, а с нового года, 135-ю. И там достаточное количество детей. Я думаю, что все стремятся, конечно, особенно начальная школа, прийти поближе к месту жительства. Это совершенно правильно. И вот если родители, допустим, живя в микрорайоне, ну, скажем, школы 81-й или любой другой школы, да, обычной школы, стремятся попасть в гимназию или в лицей, сразу хочу сказать, не нужно стремиться. В этой ситуации вот такие, скажем так, именитые школы попасть. Потому что начальная школа, она может быть великолепной везде, а вот дальше уже смотреть по углублению, которое будет приемлемо для вашего ребенка. Благодарю вас за беседу, Наталья Владиславовна. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с председателем комитета по образованию города Барнаула о том, что не стоит поддаваться панике ни в поступлении в первый класс, ни в каких-то экстренных ситуациях. До встречи.